Что еще из актуальных трендов, может быть не таких фундаментальных, я бы хотела на что обратить ваше внимание. Вы помните, на прошлой нашей встрече, год назад, я сказала, что ситуация с кредитными историями, вы должны держать это в поле зрения, потому что все кредитуем все сами, в общем, уже школьники тоже в эту сторону смогут активно. И все, что касается рынка кредитных историй, это чрезвычайно важный момент, который надо отслеживать, уметь свою кредитную историю формировать, сконтролировать и отстаивать свои права на этом рынке. Я считаю, что из актуальных трендов в последнее время, на что стоит обратить внимание, это то, что уже на рынке кредитных историй появился такой инструмент, как наш личный и индивидуальный кредитный рейтинг. С моей точки зрения, это все-таки бахальное такое событие, потому что, если до этого времени наш потенциальный кредитор знакомился с нашей кредитной историей, запрашивая ее в бюро кредитных историй, вот сейчас наступило время, когда ситуация становится, ну, скажем так, все более виртуальной, то есть, когда внедряются системы личного кредитного рейтинга на обзаемщика на определенной, так сказать, скориковой программе, вот национальный бюро кредитных историй уже это внедрило. Что тут происходит? Происходит так, что вот есть некий файл с нашим рассказом, там, чего, куда мы брали, вернее, с отчетами, да, и раньше заемщик именно это смотрел, то есть кредитор именно это смотрел. Сейчас и эта мировая практика у нас будет так, вот на основе всех этих отчетов программа будет выставлять нам ответку в этот журнал. Потенциальному кредитору для того, чтобы понять, кто мы и что мы, уже не надо будет читать отчеты, как мы возвращали что-то и так далее. Нам всем поставят отметки, вернее, уже, ну, как бы в некоторых кредитных бюро уже это стали делать. И поэтому вот эта отметка, это уже будет квинтэссенция как бы всего, как мы нарушали, не нарушали, с какой частотности и так далее. И, собственно, это упрощает, с одной стороны, задачу для кредитора, с другой стороны, конечно, это формализует процесс, поэтому многие нюансы любая программа не учтет. Но мы с вами должны понимать, то есть, по сути, мы все будем квестироваться, кредиторы, заемщики. Вот как вы сейчас на ЕГЭ натаскиваете, так, по сути, потребитель должен научиться формировать свой кредитный рейтинг индивидуальный, зная особенности построения этого рейтинга, потому что на этот кредитный рейтинг можно влиять. Мелкими займами, там, увеличивая частотность и так далее. То есть, в принципе, структура этого кредитного рейтинга, ну, как бы структура теста, скажем так, она известна, это методики не секретные. Просто грамотный потребитель будет это иметь в виду. И если он, как бы, будет двигаться правильно, то стоимость кредитных денег для него будет меньше, чем для такого же, может быть, даже не менее грамотного человека. Просто тоже имейте это в виду, что это абсолютно потребительские аспекты. Это не где-то, вот, просто это будет влиять на то, вам дают там под 7% или под 6,5%. Вполне вообще конкретное будет у этого значение. Следующий момент тоже, на который я хотела бы обратить ваше внимание и сориентировать вас, я думаю, что вы об этом знаете, да, я просто, вот, как бы, делаю акцент. Это все-таки на 54-м законе, который был принят в этом году, о софинансировании пенсионных накоплений. Вот, с моей точки зрения, это касается и вас, как граждан, которые тоже думают, я думаю, уверены, что о пенсии, о том, ну, не о самой пенсии, а о том, как бы жить на пенсии все-таки не, так сказать, не бедно, ну, или хотя бы с каким-то вот таким, так сказать, ну, то есть хотя бы, я понимаю, что наше стране сложно говорить о вообще уверенности, но все-таки с какой-то минимальной, хотя бы, заранее на безбедное существование на пенсии. Такие вот, вот, по поводу 54-го закона, хорошо, вы в курсе, что происходит сейчас, да, или сказать по словам, да, значит, это закон, который называется, там, он длинно называется, но вообще-то, о софинансировании пенсионных накоплений. Суть этого закона в том, что государство в течение 10 лет готово добавлять к пенсионному накоплению каждого гражданина, столько, сколько он сам туда отложит, ну, не более 12 тысяч рублей в год. То есть, если вы тысячу рублей ежемесячно будете добровольно откладывать на накопительную часть своей пенсии, на накопительную часть, это очень важно, не просто вы где-то будете там у себя в банке, в подушке и так далее, а вот на накопительную часть, которая формируется в пенсионном фонде. Если вы туда добавляете тысячу рублей в месяц, государство вам из бюджета еще тысячу туда кладет. И эта накопительная часть инвестируется в суммы, и за 10 лет она оборачивается каждый раз, добавляет государство по тысяче. С точки зрения, вот, скажем, финансового рынка, это абсолютная 100% доходность инвестиций. То есть, на тысячу свою вы получаете тысячу еще государственную. Не использовать этот шанс нельзя. Эксперимент будет проходить 10 лет, ну, не эксперимент, период этого 10 лет. Поэтому, на самом деле, это будет касаться не только вас, но и ваших учеников, которым надо с первой же зарплаты побежать и эту тысячу в месяц платить, чтобы государство добавляло, даже если он у мамы эту тысячу будет брать. Но мама у себя на работе вас выберет эту тысячу, и ребенок еще по тысяче будет получать. И это в течение 10 лет будет обращаться. Вот, поэтому это невеликие деньги, я все понимаю. Но это ситуация, когда у государства что-то нужно взять, понимаете? Поэтому плюс это колоссальный опыт вот этого процесса, который вы получаете, по сути, так сказать, даром. Поэтому я сейчас выступаю на различных мероприятиях, всегда говорю, не упустить этот шанс. Поскольку учительская среда, она вся оформлена правильно, я надеюсь. Это все-таки там не дизайнерское бюро, там, не так далее. Ну, я думаю, что в системе образования все, так сказать, там все правильно. Ну, по трудовой книжке. Ну, потому что в некоторых аудиториях говорят, а что нам? Это у нас тут, мы непонятно вообще оформлены или нет. В данном случае у вас, мне кажется, вот таких проблем нету. Поэтому, пожалуйста, теребите своих работодателей. Значит, вот сегодня в пенсионном фонде на Тверской идет большой-большой разъяснительный семинар для всех работодателей, как это можно оформлять через работу. То есть, ну, в основе, чтобы человек написал заявление, у него удерживали, это еще перечисляли в накопительную часть, то есть, как можно это сделать через работодателей. У нас сейчас на этом семинаре находится специалист. Мы потом это все, как бы, обобщим, расширим по шагам, вот куда надо идти, что надо писать и так далее, чтобы сделаем материал уже такой потребительский. Прямо вот, что надо сделать человеку, если он хочет на свою тысячу получить еще тысячу от государства. Наша, как бы, разъяснительная функция по 54-му закону, мы готовы оставить это за собой. Если у вас будет потребность в этом, вы сигнализируете, и мы готовы каким-то способом просто эту информацию распространить, потому что первые уже, как бы, шаги, то есть, первая выплата, что называется, с 1 октября этого года, то есть, остался месяц. Поэтому, с моей точки зрения, раз мы такие все подкованы, входить в нее надо с первого дня, существовать в ней 10 лет, и выжить вот эту систему максимум. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста, значит, накопительная часть, она для окраски на какого года развития? Неважно. Вот в том-то и дело, что хорошо, что это касается накопительной части, неважно, это касается тех, кого исключили с пенсионной реформой, это неважно, это касается даже работающих пенсионеров, которым государство 3 тысячи на каждую тысячу вкладывает. Поэтому... Нет, как только они пойдут работать, вот у вас старшеклассник завтра пойдет работать после школы, он уже имеет право участвовать в этом процессе. Единственное, что срок ограничен 10 лет, то есть, кто через 3 года войдет в эту систему, тот просуществует и 7 лет. То есть, у нас с вами есть шанс просто по максимуму.